Хорошо. Я сейчас запустил запись уже конференции. Сегодня у нас 5 декабря 2010 года, воскресенье. Очередная конференция через программу Skype с видеотрансляцией организатора. Организатор Максим Лебедев. Конференция проводится с 2007 года два раза в год. Проводится в июне и в декабре, в первое воскресенье месяца. Обычно она проходит в таком формате. Первоначально я обучаю людей работать в подобной конференции, то есть как правильно взаимодействовать так, чтобы она была эффективно проведена, чтобы друг другу не мешать. И потом мы начинаем с того, что последовательно люди делают доклады. После каждого доклада все участники могут задать вопросы. Таким образом, доклад, вопросы, ответы, связанные с докладом. Потом следующий доклад, опять вопросы к этому докладу. Кроме того, параллельно докладу через чат можно задавать некие вопросы, то есть по ходу доклада. И если человек сможет, он по ходу доклада сможет корректировать некоторые моменты и что-то развернуть и давать. Поэтому здесь важно обращать внимание на то, что происходит в самом чате. Потому что в чате как раз эти вопросы могут быть небольшие, уточняющие, что улучшит местами и качество самого доклада. Меня сейчас интересует, кто имеет доклад. Вы сейчас просто включаете микрофон и говорите, что есть доклад. То есть мне говорили, что некоторые будут люди доклад. Вы говорите имя, и что вот у меня доклад на такую-то тему. То есть у меня доклад, который я анонсировал, он связан с изменением поведения человека, то есть значительное изменение поведения, связано с картой полного трака. То есть вот эти основные моменты я затрону. Ну и еще параллельно, может, какие-то дополнительные направления затрону. Все зависит от того, сколько понадобится времени. То есть потому что предсказать заранее, сколько будет доклад, длится, ну, сложновато. Хорошо, давайте сейчас включайте микрофон и говорите, у кого еще доклады будут. Вот, и поскольку вы знаете свои номера, то есть мы по номерам. У кого самый меньший номер, тот будет первый, как бы, выступать. Ну, после меня, потому что я как самый первый докладчик, да, который анонсировал. А дальше по номерам, по возрастанию. Максим, я не знаю свой номер, 15-й что ли, Андрей меня зовут, Андрей из Риги. У тебя седьмой номер. Ага, седьмой номер. Ну, у меня будет такой коротенький доклад на тему веб-подитинга и то, как это на меня повлияло. Ну, отлично. Хорошо. Еще. Еще доклад будет? Хорошо. Хорошо. Так, ну, пока тишина. То есть, похоже, то есть, вот из всех людей у нас получается только два доклада. Ну, как бы, по минимуму. Хотя, там, заявляли больше людей для этого доклада. Хорошо. Вот я сейчас смотрю, то есть, смотрят трансляцию, и, в принципе, 14 человек. Ну, нормально. Хорошо. Значит, ну, желательно, конечно, побольше докладов, чтобы рассматривать разные точки зрения. Вот. Хотя бы этот доклад может занимать, там, 3-5 минут, да. Вот. Хотя, вот я последние доклады делал, они длились, там, минут 40-60. Вот. Ну, конечно, лучше покороче, чтобы не утомлять. Вот. А тема моего доклада, вот, связанная то, что касательно человеческого поведения. Я, так, вводную такую, обзор сделаю, как определяется, вот, как формируется человеческое поведение обычно. Значит, вот, ребенок, допустим, рождается, да, родители и окружение прививают ему определенный образ действий и определенные шаблоны, которые помогают ему выживать, вот, в семье, там, ну, и в ближайшем обществе, с которым он контактирует, правильно выживать. Вот. И в основном, то есть, ребенок занимается вот в детстве тем, что перенимает эти шаблоны и, ну, как бы, проводит время тем, что играет, то есть, какие-то игры, то есть, перенятие шаблона плюс игры. Вот. И постепенно, то есть, с возрастом количество этих шаблонов, правил и тому подобное увеличивается до критического количества. Обычно это вот до 16 лет может происходить, пока не наступит критический момент, когда этих шаблонов, правил, становится слишком много, и они отрицательно влияют на саму жизнь ребенка, то есть, подростка. То есть, когда получается такой некий перекос баланса между тем, насколько влияют шаблоны на его жизнь и насколько он может играть. То есть, вот, начинает такое вот сильное, как бы, противодействие играм вот эти шаблоны оказывать. И происходят разные ломки характера, там, различные, то есть, разрывы, то есть, депрессии, там, и различные. И проблема в том, что, когда человек имеет небольшой возраст, у него реактивный ум находится в менее плотном состоянии, и он сильно не влияет на то, чтобы шаблоны сильно фиксировались в разуме и влияли на образ поведения, там, как он говорит, и тому подобное. А в возрасте уже около 16-17 лет плотность реактивного ума достаточно сильно уже наращивается. Эти шаблоны, как бы, начинают бетонироваться у него в разуме. Эти образы действия, там, аналитика. И в результате его жизнь, то есть, больше приобретает автоматический смысл, нежели игровой. Вот. Вот перелом происходит в этот период, и полный, обычно, уход от игр происходит реально у человека в возрасте, там, от 30 до 35 лет, когда эти шаблоны полностью доминируют над его способностью играть и заниматься творчеством и эстетикой. Вот по поводу творчества и эстетикой. Это, значит, единственные вещи, которые могут разрушать шаблоны, которые бетонируются в реактивном уме, то есть, ну, как бы, они фиксируют эти шаблоны, делают их менее изменяемые, такие сильно зафиксированные. Единственное, что их может разрушать, это творчество и эстетические какие-то вещи, то есть, восприятие. То есть, вот творческие люди, как раз, они могут в результате своего общества, ну, в результате творчества и вот деятельности, связанное, там, с созданием чего-то, там, это люди искусства, там, может, эстрада и все, они могут отодвигать вот это все воздействие и бетонирование этих шаблонов, которые ранее были приобретены, и таким образом поддерживать очень хорошую активность в жизни, перемещаться, то есть, в день можно делать, там, десятки перелетов. Вот я недавно, там, может, полгода назад заходил на сайт Леонтьева, я поразился, у него, там, на несколько месяцев вперед концерты расписаны, иногда концерты, там, по несколько раз в день в разных городах, то есть, а ему 60 лет, там, практически, где-то около этого. То есть, там, вообще, то есть, такая подвижность, и действительно, он производит впечатление, как человек, который находится на очень высоком уровне, таком эстетическом, то есть, и у него достаточно высокий уровень, как бы, свободы, творчества, как бы, ну, такие вещи. Но проблема в том, что не каждый человек может, как бы, заниматься в достаточной степени творчеством и вот эстетикой. То есть, ведь, вот эти приемы, их тоже как-то надо закладывать, и должно быть окружение, которое поможет реализовать вот эти вот творческие, да, моменты. Там, музыка, там, какое-то искусство, там, и так далее. Если у человека окружение, как бы, этому не способствует, не каждый может сменить это окружение вовремя или вообще сменить, чтобы он мог, как бы, начать заниматься творчеством, создавать и, как бы, поддерживать игровое состояние своей жизни, а не шаблонное, автоматическое, вот. И вот единственный способ, как бы, без вмешательства в разум, менять поведение, делать его более свободным и приближать к играм, это эстетика и, значит, творчество. Если говорить о том, что вот мы приходим к тому, что вот у нас есть люди где-то в 25 лет. Вот представьте, в 25 лет человек уже не занимается, допустим, творчеством, и он живет шаблонами. То есть сказать ему, ну, давай, ты сейчас начнешь заниматься творчеством, да, это все равно, что сказать, там, ударь себе, там, по затылку, там, и все. То есть он не сможет так просто, ты ему сказал, и все, ребенок может, да, в 5 лет ты ему дал пластилин, он, там, начинает творить, там, или, там, скрипку, он начинает учиться, там, заниматься этим. А в 25-30 лет или в 40 практически это невозможно, потому что, как бы, ну, он не может, то есть ему говоришь, там, ну, давай, ты сейчас, вот, у тебя здоровье слабое, да, тебе надо сейчас начать заниматься спортом, вот, а ему лень. То есть элементарно просто лень уже. Если бы ребенку сказать, ну, давай, вот, позанимаемся, там, включил дорожку, там, дал гантели, он начал заниматься, то уже в 25-30 лет он этого не будет делать фактически. Очень редко, то есть какой-то процент людей сможет это делать, но далеко-далеко не все. Так вот, в этом случае, каким образом можно менять поведение человека? Это через auditing, через технологию. Как раз технология, она, ну, саентологии, затрагивает практически все слои жизни, и, в частности, поведение можно менять с помощью технологий. Каким образом? Значит, во-первых, самое элементарное, с чего начинается изменение поведения в ходе работы, это тренировочные упражнения. То есть, когда человек, там, в начале моста начинает тренироваться, настоящее упражнение, то есть по два часа все, то есть у него повышается конфронт, то есть он с удобством начинает присутствовать при любых вещах, которые они ранее у него вызывали неприятия, то есть он избегал их. То есть он становится более открытый, он легче относится к вызовам любым со стороны других людей или вещей. То есть если раньше он, допустим, боялся какую-то ротодеятельность, например, водить машину, да, то потом он может начать легко, то есть все, к этому приближаться и в итоге начать учиться, там, водить машину, да. Если раньше он, допустим, боялся, там, женщин, вот, он начинает легче, как бы, общаться, находиться рядом и так далее. То есть вот значительное первоначальное изменение поведения происходит после проработки, то есть настоящих профессиональных тренировочных упражнений. Вот, это как общий этап. Далее идет следующее. Значит, мы проходим определенные программы, например, есть программы новой эры дианетики, которые по цепям стирают инграммы. Эти инграммы могут касаться различных вещей, но вы имейте в виду, что все инграммы, они как раз фиксируют шаблоны, которые в разуме есть у человека, приобретенные с рождения. Они очень жестко фиксируют. И НЭДом, и вообще дианетическими техниками мы убираем цепи инграмм, находим постулаты, в которых эти шаблоны бетонируются, фиксируются. И если правильно профессионально все делается до бейсика, шаблоны высвобождаются, и человек постепенно может эти шаблоны просто брать и просто снимать, и выкидывать их. И брать, и создавать другой шаблон по образцу, то есть такому, который он видит, или брать готовый у кого-то образец поведения. Или просто действий каких-то. Ну, в частности, допустим, аудитинг, да, как мы учимся аудитировать. Мы изучаем определенный образец, который у нас в материале, да, и начинаем работать. А потом сравниваем, как эта процедура описана, и как мы делаем. Если это примерно или идеально совпадает, значит, мы приблизились к образцу. Есть как бы еще момент творческий в аудитинге, что аудитинг невозможно делать как бы по шаблону, то есть как робот, да, там всегда присутствует творческий момент. И это является важным, как бы, пунктом. Потому что если мы просто по шаблону будем делать, этот шаблон будет все уплотняться, уплотняться, и нам все труднее постепенно начнет даваться вот эта многократная процедура аудитинга. И вот творчество, которое происходит в аудитинге, и правильные циклы действия, циклы общения в аудитинге, они позволяют нам делать так, чтобы сам этот шаблон, да, или образец, он не уплотнялся, а становился, наоборот, очень легким, воздушным и легко управляемым, меняемым. Потому что аудитинг может происходить длительное время, допустим, сессия 2 часа. За эти 2 часа мы можем применять различные техники, различные стили, и от того, в какой момент что применять, это зависит от знания технологии самого аудитора, его творчества. То есть он рассчитывает правильно и оказывает правильное воздействие. Вот, значит, вот NET-процедуры, они как раз шаблоны эти освобождают. Это важный момент, потому что вот то, о чем я говорю, важно является тем, что если человек аудитируется, у него должно меняться определенное поведение, определенные вещи, и он заявляет обычно об этом в виде осознаний каких-то. То есть когда у него конец сессии или конечное явление процесса, он делает некоторое осознание. То есть он, допустим, заявляет, я теперь знаю, почему я делал вот так. Потому что этот шаблон я взял от папы или от мамы и так далее. И таким образом в ходе сессии он постепенно избавляется от тех или иных шаблонов, он начинает их разбирать. Они высвобождаются. Вот я говорил про NET, дальше идут грейды саентологические. Это чисто саентологические процессы, которые создают способности определенные. И пиковой точкой вот в этом саентологических грейдах является четвертый уровень сервисной фоксимилии. Как раз это одна из основных человеческих разновидностей шаблонов, которые человек использует для аналитики. Еще есть один шаблон, который находится на уровне вейлансов. А вот там есть такая вещь. Ну, я не хочу сейчас углубляться. То есть, когда он берет идентичность от какой-то личности себе, это тоже как шаблон является. Но и то, и другое. То есть, это все на мосту тоже является уровнем. И все прорабатывается. То есть, вейлансы и сервисная фоксимилия. И таким образом, вот после грейда 4, саентологической ступени 4, человек становится достаточно свободным в действиях своих и более творческим. Потому что у него ослабляются множество шаблонов, которые присутствуют на достаточно высоком аналитическом уровне. Но проблема в том, что это еще не все шаблоны далеко. То есть, сервисная фоксимилия – это только часть еще шаблонов. Там есть еще выше вещи некоторые. Там часть вещей конфиденциальная. Но по мере того, как человек достигает уже ядра реактивного ума, и начинает его стирать, эти шаблоны практически все ослабляются. То, что касательно человеческого поведения. То есть, основное изменение происходит вплоть до стирания реактивного ядра. Далее, на уровнях АТИ или иногда на том же НЭДе происходит расслаивание нескольких траков. Известно, кто читал книгу «История человека», она очень хорошая книга для любого аудитора. Там описано то, какие инциденты человек должен адитировать у людей, то есть, стремиться к этим частям трака, которые являются ключевыми. То есть, он как бы описал в этой книге карту трака. Значит, вот происходит в определенный момент расслоение. То есть, мы имеем три трака, как минимум. Первый трак – это трак теты или тетаны. Второй трак – это трак генетической сущности. Третий трак – это линия протоплазмы. Они отдельно идут, потому что я немного сориентирую, как происходит зарождение жизни. Мы имеем яйцеклетку, сперматозоид. Она передает ДНК информацию и энергию этой протоплазмы. То есть, по сути, это линия протоплазмы. Далее, непосредственно перед зачатием ГС, из банка ГС спускается в это зачатие протоплазмы. То есть, движение оно чувствует, оно спускается за определенное время до этого. И становится в связке с протоплазмой. И далее, когда плод уже 9 месяцев, он выходит из матери, первый крик – тетан тут же его берет. То есть, он уже осознает, но он не входит в тело. То есть, он осознает заранее, когда плод созревает, он уже знает, что он это тело возьмет. Иногда бывает борьба между несколькими тетанами за определенное тело. И тот, кто сильнее, тот и берет себе это тело. Ну, в общем, с первым криком обычно тетан – раз, и берет, сливается вместе с этими двумя составляющими. ГС и протоплазма. Или, другими словами, дух плюс тело становятся. Более сильные тетаны берут тело чуть позже. Они его контролируют со стороны. И в возрасте 3-4 лет, ну, то есть, может, они не любят в памперсах ходить или еще что-нибудь. То есть, они берут и до 4 лет ничего не принимают участия. А потом просто берут и у них начинает как бы трак человеческий записываться с возраста 4 лет. Примерно там такая вещь. И возвращаясь обратно к расслоению этих траков, то есть на определенном уровне каждый человек, который движется по мосту, он должен четко уметь выходить на тот или иной трак и работать либо соло, либо с одитором раздельно над разными траками. И причем желательно не превращать это в сильные перекосы. То есть, если мы добились процессами того, чтобы тетан находился в идеальном состоянии, хорошем, да, допустим, он экстеризовался, Далее мы продолжаем процесс, мы урегулируем ГС, то есть те инциденты, которые она драматизирует, или, скажем так, то, что рестимулировано просто у нее на траке. Трак у ГС длинный, он может уходить на триллионы лет назад. И последовательно можно стирать инциденты. В основе каждой цепи инцидентов лежит дихотомия или МПЦ, масса проблем от целей. Она обычно имплантирована, ну, реже, ну, как бы самостоятельно принятая. То есть, вот когда мы работаем с полным траком ГС, и так же само тетана. Значит, в основе всегда лежит, вот мы проходим по цепи, и там лежит дихотомия или МПЦ. Точно так же у тетана. То есть, мы любую цепь проходим, и в основе всегда лежит, значит, там где-то дихотомии какие-то, на которых потом выстраивается, значит, цепи инцидентов. То есть, сначала один инцидент, потом другой. Это все как бы такая линия выходит заряженная из цепей, которые в будущем потом влияют на само существо. Так вот, плюс третий, это протоплазма. Тоже протоплазма, то есть, интересный момент, что, когда происходит auditing чисто протоплазмы, подвижность тела меняется очень значительно, и изменения происходят на клеточном уровне, и то есть, там энергетика меняется, и то есть, там реально, если правильно, сессии проводятся, то есть, протоплазмой, там изменения прямо чувствуются каждую сессию. То есть, если, допустим, у человека были какие-то боли, да, в каких-то областях тела, да, то одну сессию провел, то есть, этих болей нет, и это он значительно чувствует. То есть, там изменения очень сильные, поскольку протоплазма является самой основной, скажем так, энергетической или такой тета-структуры, да, нижнего уровня, которая составляет наше тело. Там очень много клеток, там миллиарды клеток, которые имеют, скажем так, свою энергию, свои записи и свои, там, микроинциденты, и в том числе и общие инциденты для всего тела. И вот при работе уже с отдельными траками, когда работаем с протоплазмой, там, ГС, поведение человека меняется в значительной степени вообще. Вот, то есть, ну, это становится заметным, в первую очередь, для него самого, вот. Но не факт, что люди окружающие будут это сильно замечать, да, но те, кто достаточно интеллектуальны и ему доступны наблюдения, да, он это заметит по-любому, вот, что что-то произошло с человеком, он как бы другой, он, причем он другой в лучшем смысле становится, потому что он более подвижный. Кстати, тон хронически меняется у тела, вот, то есть у самого, то есть оно более выше по тону становится, вот. Ну, и в итоге, к чему мы приходим? В итоге, как Хаббард описывал, мы должны прийти к клированному теттоклиру, то есть это фактически существо, да, то есть теттон плюс тело, которое, ну, у него полностью траки, то есть проадитированы, то есть абсолютно чистые, там нет ни шаблонов, ничего. И в результате что у нас? У нас есть оперирующий теттон, который создает игры, координирует в этой вселенной, в другой и так далее. У нас есть оперирующий АГС, который может адитировать тело в любой момент, может регулировать любые процессы в теле, и это будет делаться идеально и теттон не будет вообще на это как бы тратить свое внимание. Вот. И далее у нас есть протоплазма. Ну, я не могу сказать, что мы можем добиться такого состояния, как оперирующая протоплазма, да, но я думаю, что реально можно даже достичь такого уровня, когда и вот клетки тела, и протоплазма, там, все, что касательно, есть такая вещь, как фи-составляющая, то есть мэст-составляющая тела, да, то есть протоплазма, и как бы она связана с фи, то есть с физической структурой тела сама, то есть физическими элементами, химическими элементами, которые мы знаем, да, это уже как бы фи-составляющая, и вот протоплазма, она как бы, можно сказать, что часть ее состоит и в фи-эле вот этих элементах. И по идее она тоже может быть в таком состоянии, когда она способна сама адитировать свои структуры и более нижние структуры тела. И в итоге мы получаем очень жизнеспособную структуру, вот, и в будущем люди могут выйти по эволюции на такой уровень, когда фактически их тела не такие плотные, и они достаточно долго будут жить, то есть, ну, десятки тысяч лет, за счет того, что структуры идеально работают, там нету никаких реактивных составляющих, нет нарушений, нет вот тех наркоманий, которые сейчас в обществе распространены, то есть наркомания, она делает разложение духовное полностью, перепутывает, то есть, все траки, то есть, и становится все одним таким сплошным комом, массой, то есть, там уже невозможно разделить, где дух, где тетан, где ГС, где протоплазма, то есть, там все один ком, очень заряженный, плотный, и это приводит к смерти преждевременной. Вот, речь идет, что вот в идеале, когда мы имеем уже клированного тета-клира, это состояние даже превосходит то состояние, которое есть у человека в детстве, то есть, ну, в возрасте, допустим, там двух, трех, четырех, пятилет, когда он счастливый, когда он играет, все это здорово, но в этом возрасте тетан перемешан вместе с ГС и протоплазмой. Единственное отличие от его взрослого состояния, да, обычного человека, что в детском возрасте это еще не сильно плотно, то есть, оно очень разряжено. Реактивный ум есть, разные инциденты есть полного трака, но они еще не зарядились энергией, они не включились и не начали уплотняться. Потом, начиная с раннего возраста, постепенно это все начинает включаться, уплотняться, и факт заключается в том, что реактивный ум на протяжении жизни, если не работать там разными практиками духовными, он автоматически уплотняется. Пик уплотнения наступает примерно в возрасте от 25 до 35 лет. То есть, когда уже человек, то есть, уплотнение настолько произошло, что человек перестает контролировать то, что он делает. То есть, он не может уже играть нормально. У него зависает внимание, зависают способности, и он чувствует, опа, у меня это не получается. А раньше это получалось. И вот этот момент, это уже говорит о том, что все Тетан начинает терять контроль над структурой ГС, протоплазмы ввиду как раз реактивного ума. И вот я рассказал по поводу того, как можно менять поведение, и по поводу карты полного трака. Значит, вот в ходе моих исследований, я давно адитирую, но вот вплотную я исследованиями занялся несколько месяцев назад, оказалось в том, что полнотраковые инциденты часто сгруппированы в определенных областях. Допустим, есть такие области, как несколько десятков тысяч прошлых лет, группировка инцидентов в прошлом жизни. Потом идет область примерно несколько миллионов лет. И потом триллионы лет. Вот такие группировки трака, то есть области трака, на которые надо обращать внимание при аудитинге. То есть я могу сказать, что вот когда мы работаем по дианетике, некоторые люди очень легко выходят на полный трак. И здесь главное, проходить все по цепям и не перескакивать. И, как я заметил, достаточно заряженные области, это вот несколько десятков тысяч лет назад, потом несколько миллионов лет назад, потом идет закупорка в виде АТ-3, которую мы проходим, ядерное уничтожение Земли. Там огромная закупорка, которую надо, как бы некоторые с ней могут работать на той же дианетике, некоторые мимо нее проходят. И здесь уже зависит от профессионализма. Но все равно надо стараться как бы проходить по цепям. Если закупорку человек не может проходить, значит, это, вероятно, надо оставить и переходить к саентологическим процессам и тому подобное. Это первая закупорка. Значит, вторая закупорка, это более ранний инцидент. Он базовый, там есть 4 квадриллиона лет назад. Это вторая закупорка. Есть еще промежуточный инцидент, тоже как закупорка. То есть, если цепи проходят сквозь них и уходят в более ранний трак на триллионы лет назад, отличие более раннего трака, что когда мы его адитируем, он вообще практически не ощущается телом, то есть не воздействует на тело отрицательно. В отличие от этих областей закупорок, которые могут очень сильно влиять, например, рестимуляция и неправильный адитинг вот этого инцидента 75 миллионов лет назад может привести к гриппу, к повышению температуры и так далее. Но если профессионально делать, то это легко. То есть все адитируется. Особенно если аудитор находится в контакте с АТИ или с профессионалом, он может прямо тут же, даже во время сессии, позвонить, сказать, я вот сейчас в это впоролся, надо как бы с этим справиться. Я знаю такой факт, что когда во время сессии даже вот созванивались, то есть такое может быть, и все равно адитировали и все. И вот отличие, что вот эти вот области, которые я определил, закупорки, они очень сильно заряжены. То есть надо очень внимательно быть, когда мы входим в эти области. Обычно АТИ он легко может войти и проадитировать все это. Но начинающий аудитор или аудитор просто по дианетике это не может сделать. Вот. Ну, правильно. Ввиду того, что он не знает, как это улаживается. Вот. Остальные же инциденты, они проходятся по цепям легко, то есть уходят, допустим, они могут заканчиваться какими-то имплантами или дихотомиями, ну, МПЦ, масса проблем и целей, то есть когда противоположные идут команды или постулаты, и они обрабатываются, они появляются в конце цепи, человек их проговаривает, и цепь полностью исчезает, стирается. И как бы он чувствует это на своем состоянии. Вот. И обычно, то есть вот как я заметил, то есть вот МПЦ, вот эти вот, или дихотомии того же генетической сущности, они лежат в пределах триллионов лет. Обычно так вот основные. Вот. У тетана эти МПЦ уходят намного дальше обычно, то есть собственные, по крайней мере. А есть еще имплантированные МПЦ. Значит, вот, в частности, УГС, как бы, большая часть это имплантированное, то есть ей насильственно определяли поведение то или иное. И, когда это все обрабатывается, в частности, у генетической сущности, то есть поведение меняется, здоровье меняется, ну и как бы значительное происходит облегчение. Вот. Поэтому, вот, когда люди, аудиторы, да, считают, что вот надо работать там с духом, там, да, это самое важное, ничего подобного. Если дух дошел до статики, до отделения от статики, он увидел, допустим, там статику разного уровня, да, он такой огромный, все, а при этом у него ГС в теле, да, драматизирует, у нее рестимулирован трак, да, он на словах может сказать, ребята, я там, ати, я достиг крутого состояния, но при этом он выходит на улицу, на него прохожий подходит и говорит, слушай, дай мне 5 рублей, и он ему в нос просто дает, понимаешь, этот ати, допустим, да, такое может быть, просто пропущен, то есть, определенный слой полнотраковых вот этих вот инцидентов, вот, поэтому карту трака надо обязательно прорабатывать и делать так, чтобы ГС была клирована и экстеризована, то есть, достигать, то есть, наша цель делать оперирующую ГС, когда она экстеризована, когда она в идеальном состоянии, мы можем ее обучить на аудитора, и вот это вот как бы самая высокая цель, которая у нас есть, вот, если какие-то вопросы есть, потому что, ну, как бы я могу еще долго рассказывать, да, пишите в чат сейчас, если есть какой-то вопрос, или говорите, можно сейчас уже задавать вопросы, то есть, в голосовом режиме, лучше в голосовом, потому что это быстрее, вот, допустим, Андрей первый начал писать, включи микрофон, и да, вот, меня интересует, есть ли такие тела, которые живут без тетанов, вот, например, люди, которые такие, ну, неадекватные совсем, там, какие-то дураки полные. Да, я понял, ну, мне вот Лена как бы подсказывает, да, моя жена, она более, как бы больше исследований делала, да, в этой области, значит, смотри, человеческие существа, они обязательно имеют тетана, вот, у животных нету тетана, там только ГС, то есть, линия ГС и протоплазмы, а у людей всегда есть тетан, единственное, то есть, ты должен понимать, что тетаны находятся в разном состоянии, иногда тетаны могут очень сильно плотно спать в теле, то есть, они как бы как замороженные такие, да, ими управляет немного, вот, то, что у них осталось, часть внимания, и вот их генетическая сущность, и их быт просто очень близко к животному, они как биороботы, то есть, там, да, занимаются сексом, там, кушают, там, какие-то развлечения, да, там, грение на солнце, там, то есть, вот такие вот вещи, а у тетана, у него задачи очень серьезные, то есть, тетану, когда он бодрый, тетан, да, в теле, он создает очень сложные игры, например, международную авиакомпанию, которая перевозит десятки миллионов человек в день, глава корпорации, да, такой парень создал, да, вот этот тетан, да, вот это его игра, это его масштаб, да, а те, кто, ну, там, ну, там, продать какие-нибудь товары, да, заработать деньги, съездить на Майорку, понежиться на пляже, там, да, ну, вот такой стиль Но это уже неплохо. Да, это жизнь близко к телу, там, то есть, вот и все. С сильным перекосом мы можем посмотреть на тех же каких-то монахов, да, буддистских или что. И вообще материально они это могут медитировать месяцами, да, допустим, там, то есть вообще не драматизировать никакие телесные проявления, там, да, потому что вот то, что я говорю, грение на солнце, да, тело, это просто драматизация, что они так делали по шаблону, там, очень далеко по траку, потому что животные любят греться на солнце, это делают холоднокровные, да, там, рептилии, то есть, вылазит на камень, да, и экстаз. то есть, вот и все, то есть. А от этого, ну, это в принципе не надо, то есть, он может так сделать, чтобы ГЭС, ну, была в идеальном состоянии, и не надо было делать какие-то, да, процедуры, там, солнечные, там, или это, чтобы чувствовать себя счастливой. То есть, достаточно просто ее проодитировать, клировать полностью, чтобы она, как бы, была оперирующая. Вот, и все. Хорошо, а вот один еще у меня вопрос очень интересует, про область между жизнями. Они редко всплывают, но насколько важно их адетировать, и что там вообще происходит между жизнями, ну, сейчас у людей, когда это наделяется от тела? Ну, на самом деле, содержание инцидентов я не рассказываю, потому что это достаточно рестимулирующая вещь, если ты не в курсе. Но это даже не инциденты, это как быт тетана между жизнями. В том-то и дело, что обычно между жизнями там происходят инциденты. В первую очередь, имплантирование и другие разные стычки и тому подобное, понимаешь, которые достаточно заряжены. Кстати, амнезия в теле, то есть, то, что люди не помнят предыдущие жизни, как раз она частично связана, а может быть, и достаточной степени связана с этими инцидентами между жизнями. Понимаешь? Потому что есть такая лекция Хаббарда «Роль земли». Если кто не читал, там как раз он описывает как бы о том, что происходит между жизнью. Ну, не сильно подробно, но как бы в такой форме. я просто об этом не хочу рассказывать, я не беру на себя как бы ответственность рестимулировать, давать лишние данные относительно того, что там происходит. Но вот Хаббард описал, то, что считал нужным донести. Эта база есть, то есть, и поэтому как бы по этой информации можно работать. И то, что ты говоришь, что редко люди заходят, это зависит от аудитора. Если аудитор не конфронтирует эти области, он никогда не позволит приклиру их проходить. Если приклир двигается по полному траку, аудитор может задать команду. Есть же процедура NEDA, когда ты подставляешь в шаблон определенный параметр команды. Можно, допустим, вспомни поток 1, допустим, вспомни момент, когда тебя захватили между жизнями. И перед этим можно оценить на эметре что-то такое. То есть, или найди инцидент между жизнью. То есть, файл клерк, или просто аналитика выдаст сразу картинку, и человек начнет это. Это у малого количества людей картинка появится. Ты пойми, что это зависит от способности. В ходе аудитория ты создаешь эти способности. Сначала ты аудитория то, как он завтракал вчера, потом ты адитируешь через месяц, через 100 часов его пренатальные инциденты тела, а еще через какое-то количество часов ты начинаешь адитировать полный трак. и тогда спринял тракт. Принцип постепенности это я понимаю. ты не имеешь права засовывать его в тот инцидент, который слишком рано еще. Мы не можем в начале адитинга с человеком сказать ему дать команду иди в прошлую жизнь. Потому что он может ее выполнить, это будет самое страшное, что он ее выполнит, но он там может и засесть, начать драматизировать ближайшие пять лет. Вот мы говорили про драматизацию, я заметил странный такой момент, что женщины более подвержены драматизациям. У меня было несколько раз, что женщины именно очень сильно у них шла рестимуляция, как перерестимуляция, буквально на простых вещах. А у мужчин я такое никогда не наблюдал. Вот такая вот странность. Я понял. На самом деле это не так. Рестимуляция всегда происходит одинаково. Единственное, что ты смотришь по телу и импульсом тела, не забывая, что мужское тело более плотное и более заряженное и менее эмоциональное. То есть если женские тела они более легкие, они легче выражают свои эмоции, то у мужчин это все на более низком уровне. И даже если ты ему скажешь, ну ты собака, он там да еще а женщина может начать визжать и все остальное. То есть на другом уровне это происходит. Поэтому то, что ты говоришь, ты просто не замечаешь. Ты смотришь на тело. А надо смотреть не на тело, надо смотреть на иметр. То есть что он показывает. Если РТ выросло и все остальное он перестимулировался. Ну да, я тут имел ввиду именно такие проявления. А то, что проявления просто женщины лучше проявляют это ввиду того, что женские тела менее плотные и менее заряжены на самом деле. Потому что в войнах всегда зачастую принимают участие мужчины. И по полному траку именно мужские тела больше всего калечили и генетические сущности и тетаны, которые с мужскими телами они больше страдали. Те, кто играет с мужскими телами. Поэтому они более плотные, у них более плотные шаблоны, более плотный трак. И мужские тела зачастую труднее адитировать как бы в том плане. Но воспитание женщин обычно происходит таким образом, что женщину зачастую опускают в уровень задабривания с детства. И здесь важно знать то, что эту жизнь важно адитировать очень тщательно. как у женщин, так и у мужчин. Потому что вот этот шаблон он очень плотно может препятствовать тому, чтобы человек эмоционально был раскрепощен, да, то есть образ поведения. Потому что девушек всегда подавляют в детстве. Их загоняют в уровень скрытой враждебности или задабривания обычно. мальчиков тоже подавляет. Их максимальный тон обычно это полтора гнев, а чаще ниже. Нету такого либерализма в обществе. То есть детей все еще избивают, то есть насильственно загоняют шаблоны какие-то, и это потом в будущем влияет на его жизнь очень сильно. Вот. Например, если ребенка шлепнули, правильным было дать ему тут же, то есть родитель понимает, что он шлепнул, что да, это автоматически произошло, ему надо тут же дать ребенку возможность вернуть ему обратно, чтобы он шлепнул родителя. И тогда ребенок не будет подавлен. Если так систематически, да, то есть ну да, он иногда не сдержался, родитель, стукнул, но чтобы не был подавлен ребенок, надо подвести его, сказать, ну, я как бы не сдержался, давай стукай меня. Взрослым уже не будет больно, что ребенок будет шлепать там. Но потом мгновенно взлетает ребенок после этого. Таким образом, то есть вот это подавление можно компенсировать, то есть нейтрализовать, но этого не происходит в обществе обычно. Понимаешь? Потому что родители подавляют, а на улице, когда кто-то к ним, да, забияка, дай сдачу, ну да, на улице какой-то забияки, они сдачу дают, а родителям они не могут дать сдачу обычно. И родители обычно очень сильно влияют на поведение, то есть и на опускание. Понятно, да? Понятно, да. Хорошо, еще вопросы от кого-то, то есть есть? Потому что, ну, было бы хорошо, если кто-то там глубоко, да, понял тему. и какие-то моменты еще более четче для себя. Максим, у меня есть вопрос. Значит, ну, ты когда рассказывал, рассказывал свой доклад, у меня появилась картинка, что вот частые ссоры между родителями и детьми, это своего рода отождествление, скажем так, протоплазмы родителя с протоплазмой, допустим, своего ребенка, и из-за этого идет определенный конфликт, что управление телами, что приводит, допустим, к непониманию, там, криками и тому подобное. Он прокомментирует. Да, смотри, конфликты, вот такие вот, о чем ты говоришь семейные, кстати, Андрей, выключи микрофон, ты дышишь. Конфликты происходят из-за рестимуляции, то есть что-то рестимулировалось, да, и человек начинает там, вот ты меня не слушаешь, вот ты меня там, это чисто рестимуляция, понимаешь, говорить, что это чисто протоплазма, неправильно, там все перемешано. У взрослых людей это полная связка. Тетан плюс тело, все перемешано. Да, тут какой момент, что именно попытка контролировать тело? Это доминирование, это сервисная фоксимилия, то есть самая распространенная фоксимилия это доминирование. Есть такой уровень, да, на мосту, сервисная фоксимилия, это некий расчет, шаблон, с помощью которого человек выживает. И один из таких расчетов называется доминирование. Это аберрированное состояние, когда другой человек, чтобы лучше выживать, по его представлению, он начинает доминировать. Либо женщина начинает доминировать в семье, либо мужчина. Но факт заключается в том, что это аберрированное состояние, оно отклонено от рациональности. Никто не должен доминировать. Должно быть распределение обязанностей, распределение игры. Каждый должен определенно выполнять свою роль и свое направление действий и так далее. Разграничение обязанностей. Муж не суется в дела приготовления пищи. Логично. Жена не суется в плане ремонта квартиры. И так далее. Разграничение. Ребенок тоже у него свои обязанности разграничения. Когда все понятно, игра может быть создана. Если все это на уровне реактивном, ничего это невозможно будет. Основа это только рестимуляции и драматизации. Вот то, что ты говоришь, конфликты и все. И причем рестимуляции могут быть как кратковременные, так очень длительные. Годами. Вот кратковременные это еще более-менее. но когда это длится очень долго, люди начинают болеть хронически у них. Они начинают загоняться глубже-глубже в ситуацию ПИН-ПЛ. Потому что среди двух тетанов всегда найдется тот, кто более сильный. В плане того, что он менее будет рестимулирован вместе с телом. А кто-то более рестимулирован. Кто-то рестимулирован, он заболеет. в результате конфликтов и вот этой ситуации ПИН-ПЛ. И таким образом тот, кто более сильный, начнет доминировать над больным. Это и есть чистая ситуация ПИН-ПЛ с подавляющей личностью. Та, которая доминирует и загнала в плохое состояние другого неосознанно или осознанно не разберешь. Это как раз у нас есть ПИН-ПЛ. Потому что ПЛ это тот, кто препятствует улучшению состояния. Он препятствует. Именно поэтому начинает другой человек болеть и опускаться вниз по состоянию. Если бы тот не препятствовал, сказал слушай, ты что-то идешь вниз, слушай, а может быть отправятся куда-то начать работать над собой или в Тибет поехать или кодитару сходить поодитироваться. То есть это получается основная причина скажем так если Пину помогать мы обязательно придем к тому что ПЛ увидит что из под его доминирования кто-то хочет уйти и стремится его вернуть обратно. Совершенно верно. Он будет еще сильнее и интенсивнее атаковать Пина то есть в этом и заключается этот механизм. Конечно доминирование будет усиливаться поэтому урегулирование Пин ПЛ ситуации заключается либо в отсоединении от подавляющей личности либо в ее урегулировании. Вот так вот но вы имеете ввиду что ПЛ регулировать очень сложно потому что прежде чем он выйдет на нормальное состояние этическое он должен стать сам Пином что ПЛ более низкое состояние по сравнению с Пином и самая низкая это третья сторона то есть ПЛ может превратиться в третью сторону то есть еще ниже стать или стать Пином и после того как он станет Пином это отправная точка когда он может повысить свое состояние и прийти потом в будущем к норме и нормально получать достижения саентологические то есть действительно есть много людей которые находятся в состоянии Пин но они могут получать достижения от саентологии и важно в то чтобы эти достижения в каком-то соотношении сохранялись понимаешь да то есть колебания были в худшую сторону но небольшие то есть состояние все равно у них постепенно все больше лучше становилось понимаешь да но колебания вниз могут быть но если колебания еще ниже то есть хуже да то есть он одитируется это у него колебания еще и хуже чем у него было до одитинга да там или это говорит о том что все это очень тяжелая степень пинства то есть там что-то есть либо на полном траке очень серьезное либо в окружении и ни в коем случае нельзя дальше там просто одетировать человека там только интенсивное регулирование потому что колебания ну они могут быть но небольшие там небольшое обхудшение там саматика где-то появилась да там или настроение плохое там какое-то время но если человек вдруг начинает попадать там под машину то у него там депрессии начинаются недельные это однозначно нехорошо то есть сразу сигнал то есть саентология работает хорошо над людьми которые не подавлены и которые не имеют злых скрытых намерений против личности то есть в частности те кто допустим преступники там и все остальное да они саентологии будут получать какие-то достижения но в общем их состояние не будет меняться там нужен специальный рандаун для таких людей вот и супер профессионалы должны работать потому что преступники это люди которые обычно то есть преступниками за одну жизнь не становятся если говорить об этом то есть это очень длительное планомерное нарушение этики и постулирование в соответствии с отсутствием этики то есть он постулирует да я это возьму без его спроса да я это отберу я это захвачу это является его как бы сущность он уже не разделяет того что хорошо что плохо потому что у него такие постулаты а постулаты это сотворенная истина самим человеком понял да какие у нас постулаты такая у нас истина то есть если мы социальные личности да у нас позитивные постулаты такие как что-то пожертвовать кому-то помочь да улучшить состояние излечить сделать более счастливее кого-то это социальные черты да и постулирование то у антисоциальных или у тех же преступников ухудшить состояние отобрать сделать несчастным убить что угодно и поверь мне если по полному траку существо этичное и как бы социальное да а в этой жизни он связался допустим с уголовниками там все не факт что он станет преступником он скажет ребята нет я в такие игры не играю и все и он сойдет с этой тропы достаточно быстро но если у него антисоциальные черты уходят в прошлые жизни он тут и зафиксируется на этих шаблонах и будет кайфовать от той истины которые у него вытекают из его неэтичных постулатов Максим а можно еще да я окончание еще то есть единственное человека превратите допустим из антисоциальной личности в социальную или из преступника в социального человека то есть полезного для общества это найти проодитировать его полностью по траку на предмет овертов неэтики то есть разные цепи инцидентов связанные с преступлениями которые уходят далеко по траку то есть по цепям но в основе там МПЦ опять-таки все равно лежат спасибо Максим можно еще немножко еще пару слов по поводу причин человека доминировать быть доминирующим причина это только шаблоны расчет доминирование это сервисная фоксимилия вот и все это тот уровень который мы прорабатываем сэнтологией на ступени 4 доминирование это драматизация некого шаблона очень распространенного на этой планете это аберрированное то есть отклоненное от рациональности поведение оно автоматическое это поведение то есть я объяснил чем отличается доминирование от нормального как бы поведения или образа действия да понятно Максим а можно допустим пример сервисного фоксимиля просто ну как масса да то есть пример сервисного фоксимиля которые в итоге человек приводит к доминированию я не хочу сейчас озвучивать тебе содержание сервисной фоксимиля это предмет того чтобы ты мне как бы попросил озвучить ну я как выглядит инцидент полного трака да то есть это любые расчеты которые ты можешь видеть у людей то есть в результате то есть определенная как бы определенный инцидент в результате когда человек постулирует что необходимо доминировать проблема в том что пойми что он не просто постулирует это то что он мог перенять неосознанно видя валанса или просто какого-то шаблона там понимаешь то есть это могло быть неосознанно но это формулировка сервисного фоксимирия и механизма как он доминирует да это все находится на ступени 4 это обязательный уровень то есть определенный шаблон то есть поэтому это важно двигаться по мосту то есть не не лениться потому что там есть очень много над чем работать даже на уровне а если мы коснулись уже вот этой темы мы не коснулись темы задавая вопросы по поводу доклада а общие вопросы мы в конце конференции будем то есть не связанные с докладами не связанные по докладу ну доклад довольно сложный это уже такой для более профессиональных одиторов там протоплазма ГС это я думаю что мало кто умеет это одетировать так что сложно тут задать вопрос сейчас ты говоришь как бы вот с той позиции что типа ну вот мы такие вот неумелые да там на самом деле я как бы даю образец то есть некое направление правильное да и тут вопрос желаешь ли ты отработать и стать ближе к применению этого или нет если ты готов ты сможешь научиться то есть постепенно за какое-то время и легко просто работать потому что я же говорил что это дианетика или нет ты можешь простой техникой делать вот и все я бы не стал так говорить что это очень сложно или там супер профессионально это то что делал Хаббард в 52-м году там или 51-м вот написав книгу история человека он это делал с помощью простых теонетических техник ну это имеется ввиду что какой инцидент поднимается тот мы и адитируем простая техника если говорить ну примерно так но важно не пропускать не скакать по цепям здесь ну да это я понимаю но как бы если мы говорим про нет то это уже технология конца 70-х да это более сложная однозначно но простой дианетикой тоже можно хорошо работать и менять очень многое в человеке с этим все да хорошо да ну я могу небольшой свой доклад сейчас отлично я тогда выключаю свой микрофон можешь представиться сначала да меня зовут Андрей я из Риги вот я познакомился с дианетикой еще в далеком 1996 году в Рижском центре дианетики ну постепенно там узнал про саентологию что можно адитироваться что есть мост но продвигаться в центре я там толком не смог там эти какие-то простые услуги были и я прошел там только курс внештатного сотрудника еще пару начальных курсов и потом у меня как-то был небольшой провал дианетики и саентологии то есть я не знал как заняться ей серьезно чтобы адитироваться потому что стандартной организации стоило каких-то огромных денег куда-то ехать что-то адитироваться поэтому я выпал немножко из поля вот этого саентологического но я интересовался так чуть-чуть читал что-то лекции слушал и вот когда уже широко интернет появился доступ к интернету стал такой массовый я так стал почитывать информацию там в сети и так далее и вот с удивлением где-то в 2007 году обнаружил что существует веб-одитинг что можно через интернет эдитируется есть свободные группы которые это предоставляют вот и ну меня эта тема очень вдохновила и я наконец-то на себе попробовал заказал еметр попробовал веб-одитинг с еметром открытие было в том что можно реально адитировать через интернет что это работает что есть много людей этим увлекающимся и вне организации этим можно нормально заниматься доступна технология вот и я стал сам тоже учиться и предоставлять эдитинг через интернет обучился на аудиторе ремонта жизни сам плюс там читал книги тоже дианетику осваивал на это вот и уже имею полтора года практики аудитория по процессам ремонта жизни я хочу сказать что он работает что естественно нужно быть профессионалом чтобы работать с людьми еще хочу добавить вот что что не нужно людей только пытаться адитировать через силу что результат мы можем хороший добиться только в том случае если человек ознакомлен что это такое он понимает основу эдитинга и он сам желает эдитироваться если мы пытаемся кого-то проэдитировать через силу через не могу ну давай попробуем то результат скорее всего ну никакого не будет или будет очень слабый потому что человек должен хотеть рассматривать свой реактивный ум и быть готов заниматься вот в принципе все хорошо если есть какие-то вопросы можно включать микрофон у кого есть и задавать какие-то вопросы так у гизата микрофон включен но он шумит но не говорит окей значит я хотел вопрос вам задать Максим ну как бы я еще неопытный саентолог у меня ну книги какие-то там может еще не прочитал и вот интересно мне вот это упомянули что очень очень тщательно нужно проэдитировать текущую жизнь почему именно текущую ведь до нее были же такие же жизни где так же человека подавляли и так же на него да совершенно верно почему тебе хороший вопрос ответ очень простой пойми что чтобы войти в цепь инцидентов ты же входишь не с более поздних начиная а заканчиваешь более ранее так вот более позднее это как раз и есть эта жизнь если ты пропустишь здесь какие-то инциденты ты пропустишь цепи ты не войдешь в них просто понимаешь в чем дело и в итоге то есть останутся цепи которые уходят из этой жизни в прошлое а ты будешь работать где-то с начальным траком с теми цепями которые там видны и заметны на полном траке а при этом вот рядом будут цепи которые будут не тронуты просто то есть так делает то есть ну аудитор неопытный то есть должно быть все полностью все инциденты урегулированы то есть у Хаббарда насколько я понял есть такое состояние как маст-клир это человек у которого стерты все инциденты вся масса снята в текущей жизни вплоть до зачатия это такой переходной как бы скажем так уровень а предвестник клира то есть вот надо добиться сначала того чтобы человек в одетинге по тому же неду он вообще не попадал на эту жизнь то есть она полностью должна быть урегулирована вплоть до зачатия такая вещь а потом работать как бы уже с полным траком со всеми цепями там и клировать потому что я обращу внимание что клируют только реально две вещи первая вещь это дианетическая процедура очень точная профессиональная и второе это курс клирования по моим наблюдениям больше всего реально человек становится где-то ну примерно я могу сказать наверное в 70 процентах только на курсе клирования а на нейде ну где-нибудь в районе там 30 может 40 процентов ну так примерно так по наблюдению может у кого-то это по-другому но примерно это вот так вот то есть в большей степени ему нужен будет курс клирования то есть конфиденциальный такой уровень на котором стирается реактивное ядро то есть ядро реактивного ума ну что то есть я так понял по докладу там Андрея как бы ну особо там вопросов нет да то есть мы можем сейчас перейти к общим вопросам и вообще к какому-то общению в принципе мы вот сейчас пол второго и время в принципе есть еще хотелось бы услышать какие-то другие точки зрения потому что народа это немало у нас вот сейчас 15 человек конференции так что примите как бы активную позицию то есть справьтесь со своим со своей некой неспособностью немножко и что-нибудь состоянии то есть нирваны на состояние посветления я понял но это обычный вопрос то есть смотри значит во-первых саентология вышла из буддизма вет и некоторых других еще практик и философии вот чем отличается буддизм значит он дает релиз то есть он не стирает ядро реактивного ума и не стирает вот те полностью базовые вещи которые есть у тетана там у тела и так далее он их отключает обычно отключение идет с помощью медитации значит стирание насколько я понимаю невозможно добиться просто рассмотрением там да или медитированием стирание то есть что-то чуть-чуть можно конечно стереть но я могу сказать такую вещь что с помощью саентологических техник было проникнуто в вечность на период 10 в 200 степени лет назад это тебе о чем-то говорит это говорит об эффективности и действительно действенности техник вот отличие то что там релиз здесь идет стирание полное то есть полное урегулирование и я тебе еще скажу такое данное что я был знаком с одним ати который достаточно подробно так он рассказал примечательную историю она поучительная он сказал что он около 10 жизней был буддийским монахом несколько тысяч лет назад там вот ну там может тысячу лет назад да то есть как минимум около 10 жизней он был в Тибете он проводил время в горах очень высоко он достиг очень высокого уровня вот кстати нирвана это простое достаточно серьезное отключение то есть примерно это состояние может быть там отключенной ати на какое-то время в общем он 10 жизней примерно провел достиг очень высокого состояния и он сказал примечательную вещь что после этого ему понадобилось всего 3 жизни здесь реинкарнации чтобы опуститься до состояния когда он был абсолютное тело и занимал внутри своей головы пространство равное диаметру 1 сантиметра то есть он контролировал пространство 1 сантиметр внутри тела ну как дух ну приблизительно понятно но еще не до конца все-таки и снова вот именно то есть буддизм идет вот этот нирван как целевое состояние после которого уже нет необходимости инкарнации и прочее вот то есть как я понимаю то есть ты говоришь это некое такое отключение от этого отключение от чего отключение от реактивного ума который у него присутствует в достаточно хорошем количестве то есть я же тебе говорю нирвана то есть ты пойми что да можно достичь нирвану но это временное состояние и он может думать что он больше не рекоменерируется но на самом деле если у него имплант рестимулируется он с помощью этого шаблона импланта отправится на имплантирующую станцию его запихнут опять в тело то есть теория хорошая да что ты достиг там да но практика заключается в том что его словят и принудительно заставят как бы реинкарнироваться при условии что если он ничего не знает об этих станциях и ребятах которые этим занимаются а это известно только в сайонтологии как с ними работать и как это улаживать понимаешь чем фишка поэтому не все так просто из всех кто достиг нирваны может быть там единицы смогут выполнить это но это будет только может какой-то процент небольшой благодаря их врожденной способности и клированности природной но большинство людей этого не смогут потому что есть полные траки полторы полные траки тетана гс и это все переплетается и очень легко становится существо контролируемое особенно после смерти ну ладно для размышления есть спасибо ну выключая микрофон значит еще какие-то вопросы есть потому что ну время еще у нас есть ну а если поговорить о целях существования тетана в этой вселенной что так привлекало попасть ну это достаточно высокий уровень то есть ты хочешь разбирать полный трак конкретно с задачами тетана то есть ну тут да если уточнить вопрос так есть ли у этой существования в этой вселенной определенная общая цель или ее как таковой нету и просто у каждого тетана она своя я как бы могу рассказать свое видение ситуации если людям интересно ну как бы если хочешь расскажи то есть я не запрещаю то есть народу интересно ну я думаю что это высоковатый уровень да по поводу то что ты то есть да ну тем более я просто как бы вводите где прохожу в общем да человек вот ну вообще высоковато достаточно ну давай как бы вкратце немножко я то сам тоже не прошел это очень подробно но я проходил некоторые моменты типа входа во вселенную и немножко рассматривал свое существование в чистом виде как тетана и связь с мастом я вот могу тут наблюдать такой интересный момент что по крайней мере мне как тетану очень хотелось играть с твердыми предметами то есть я ощущал низкую обладательность что я не могу чем-то управлять чем-то твердым долговечным и когда меня ну я попал нырнул вот в эту вселенную я был очень удивлен пораженный у меня было такое состояние восхищения твердости и долговечности предметов и это как бы дополнительно меня впечатывало в эту вселенную и я хочу сказать что вот куда-то какую-то область жизни например как эта вселенная очень легко войти как бы нырнуть попасть внутрь но когда попадаешь и вот эти пространства охватываешь потом уже не знаешь как выйти отсюда наружу и вся вот эта вот твердость вот эти потом тела они очень сильно притягивают и как бы в ловушку попадаешь сначала мэс вселенной потом тело и тем самым уменьшаешься и как бы уменьшаются твои способности ну вот что-то такое и тела они такие достаточно хорошие ловушки из которых очень сложно выбраться они как-то очень хитро сконструированы может быть еще то что они имеют некое электромагнитное поле или что-то еще но они очень хорошо удерживают это на внутри и когда вот попадаешь в тело такое у меня было ощущение что уже ну как будто знаешь как в какую-то область внутрь попал и из которого уже не вырваться все ты зафиксировался тело это ты и тут у меня такое небольшое замешательство еще было по этому моменту смотри сейчас ты рассказываешь свой кейс да то есть то что ты проадитировал то есть в принципе это уже то есть нарушение саентологической этики да то есть ты недостаточно как бы понимаешь да что это такое то есть обсуждать кейсы рассказывать там о кейсах то есть конкретно да что я там проходил там это это на самом деле ну запрещено то есть саентологии то есть ты можешь это аудитору рассказывать там как бы ну это же как бы делиться впечатлениями что здесь видишь то есть ты не совсем понял то есть то есть то что ты видел то есть это как бы то что ты видел вот аудитинге да вот это то что как бы вот в результате того что ты аудитировал свой себя да там то есть ты как бы рассказываешь вот эти вещи понимаешь это рассказ это рассказ это рассказ о своем кейсе темы существования в массе вселенной только на примерах давай мы не путаем то есть смотри есть два знания знания на основе картинок то есть то что человек там проходит смотрит картинки и все остальное второе знание он просто знает знание остается после того как исчезает картинка и любая другая структура на которую он смотрит то есть абсолютное знание то есть концепт вот то что ты сейчас рассказываешь ты рассказываешь по какой-то картинке да которую ты там увидел там или вот что-то там обнаружил тебе надо если ты что-то рассказываешь рассказывать концептом вот то что ты как бы сейчас это не концепт это просто рассказ то есть о том траке который ты проадитировал себя ну примерно понимаю о чем ты говоришь поэтому я подправляю что было всем и как бы понятно известно что то есть если ты рассказываешь концепты это одно а если ты рассказываешь свой кейс то есть свои как бы до переживания все остальное это то есть нарушение то есть это все и в будущем то есть если ты этим будешь заниматься то боюсь что ты перестанешь быть сайдологом общий концепт если говорить о концепте заключается в том что такая вещь как например нашим есть вселенная она ну была кем-то придумана какими-то тетанами там группа тетанов или что и так как она должна была наполниться игроками то остальных тетанов просто сюда неким образом заманивали и основная масса у нас которая здесь существует это как статисты для наполнения вот этой маст вселенной вот это у меня уже сложился общий такой концепт по траку и по существованию маст вселенной окей это понятно водка когда ты концепт рассказываешь это совсем другую вещь то есть надо следить за этим то есть рассказывать концепт то есть четко да без всяких элементов собственного как бы кейс этом что такое окей у нас там еще есть ребята которых мы не слышали тут еще вот отлично алё алё можно подключить да как вас зовут а татьяна зверевый город волжский спасибо максим большое за доклад было весьма интересно я хотела вот как-то заступиться что ли по поводу андрея за андрея алё слышно меня что-то у меня пропадает по поводу андрея он сказал что он делится то есть вот он когда говорил про свой кейс ну как это предел макси мне было очень интересно и я почувствовал что живой настоящий человек ну и тем более что он одитор это очень классно я именно его рассказ так воспринимала что человек делится и мне это понравилось ну как-то какие-то хорошие очень эмоции внутри пошли по поводу того что ну максим остановил андрея в этом контексте сказал что так нельзя так вот у меня по этому поводу вопрос а где прописано что так нельзя то есть например когда я дала заявку на участие в конференции я отправил участие в конференции не получила вот здесь как будет если нельзя делиться нельзя там про кейс рассказывать про картинку то нужно поставить людей в дверь спасибо алё алё да что-то звук то громче то тише становился немного вот то есть я могу повториться вот последнюю часть что-то то есть я вижу какую-то как претензию что что-то вы там не не поняли или что-то не получили нет у меня не претензии нет никаких претензий значит давайте договоримся так то есть я организатор конференции я являюсь специалистом то есть у меня уровень от и 8 то есть адектирую вплоть до класса 9 то есть это адектируемая новая эра дианетики для ати все дети профессионально вот я прекрасно знаю этику прекрасно знаю основы все сайонтологии вот и вот то что говорится значит по части обсуждения кейсов и все это говорится сохранение действенности сайонтологии в частности есть еще там какие-то моменты в других письмах но это надо искать я сейчас на память не помню те это можно найти вот такая вещь то есть это базовая основа что о кейсах не разговаривают потому что это рестимулирует окружающих людей и если вы не поняли эта конференция записывается на аудио и будет раз размещена на сайте для всеобщего пользования всех людей чтобы они знали по поводу того что знают сайонтологи к чему как бы может подвести сайонтология какие способности там и так далее до сознание там и все остальное поэтому очень аккуратно надо быть в публичных конференциях в отношении там каких-то какой-то критики там или еще чего то то есть если вы не специалист то есть вам лучше как бы не затрагивать те темы которые вы не компетентны я поняла спасибо просто можно я значит предполагается что для участия в конференции необходимо алле 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 необходимо знать какие-то определенные правила эти правила например я подала заявку получила ответ ну хорошо тогда значит нужны какие-то знать правила которые я например не знала ну допустим я не специалист да это подтверждаю я не специалист но андрей который с аудитором он он что специалист или нет то есть я не знаю это нужно тогда определять заранее смотрите вы знаете какой аудиторский класс у андрея ну вот то есть то есть вот в этом вся вещь то есть есть аудиторы которые имеют аудиторский класс есть удовлетворяя которые не имеют аудиторский класс это большая раз аудитор асапирать очень сильно отличаются от аудитора по книге 1 или по дианетике очень сильно значит давайте так то есть вот о чем вы сейчас разговариваете это не предмет конференции вот если кто-то допускает какие-то промахи да или несоответствие конференции я поправляю на это есть организатор если он начинает спорить я могу это расценить как то что человек человек просто попал не туда куда ему вообще нужно то есть то есть он не понимает вообще тему и такая вещь конечно 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 я оцениваю на основе знания технологии саентологической в первую очередь ну хорошо вы смотрите если нет определенных правил то есть может быть лучше их действительно создать заранее чтобы люди не попадали у вас нету компетенции чтобы давать советы в публичной конференции мать вы даете сейчас совет мне то есть создателю проекта и конференции мать то все равно что вы допустим у вас есть допустим своя фирма да я незнакомый человек присылает вам человек другого человека и он вам советует как вести ваш бизнес вот и все то есть и если вам не нравится вы можете в любой момент покинуть конференции если вы считаете раз вы сказали что не нравится это что вам нужны какие-то правила и все остальное я не сказала что мне не нравится я просто хотела то что вы сказали был выглядит как то что вас что-то не устраивает и вы начали давать советы советы даются тогда когда что-то видят люди какие-то недостатки или что-то это я советую вас не просил вопрос слушайте вопрос об улучшении качества пока не стоит конференция потому что во первых вы первый раз участвуете в конференции конференция устраивается с 2007 года вот если вы поучаствуете три года конференциях до дважды в год вы станете очень компетентная то есть очень хорошо будете понимать как это проводится зачем все остальное а так первый раз первый класс то есть как бы могу иногда кто первый раз могу и отругать могу наоборот похвалить то есть это мое право то есть андрея просто поправил я не сказал что он плохой парень то есть он молодец то есть но просто есть определенные вещи в технологии до которую он должен знать ну да но это все аудиторы то есть приклир никогда не должен рассказывать кому-либо о своем кейсе в семье на работе он должен рассказывать только аудитору или директору по процессингу есть три такие должности хорошо еще вопросы вот я знаю иван у нас такой активной позиции вот у нас еще есть принципе время потому что мы меньше двух часов конференции участвуем еще есть принципе вот если иван у тебя есть какие-то моменты ты всегда как бы интересно рассказываешь у тебя свой проект я знаю было бы неплохо тебя послушать как такого скажем так да максим у меня я вот как бы понаблюдал со стороны некоторую дискуссию но ребят есть такая как бы давно я слышал такое выражение как банковать банковать и греметь банками то есть гремение банками ни к чему хорошему не приводит вот то есть у каждого человека есть да и это ну вот в частности вот андрей да то есть как бы ну что мне немножечко не понравилось ну я как бы часто за может сейчас немножко не по теме да ну некоторые комментарии по поводу этого да очень часто я встречаю в людях когда человек говорит кому-то о себе от его имени ну то есть типа вот и там что-то делаешь это ну то есть это немножечко как но допустим когда я воспринимаю такое общение это у меня немножко рестимулирует напряжно слушать как в такой позиции разговор вот но ты как бы небольшой такой комментарий я могу сказать следующее что а если человек хочет идти полной духовной свободе первое что ему надо это просто открыть книгу начать ее читать до частности дианетику прояснять слова понимать что там написано а потом начать искать людей которые хотели бы также разбираться и все остальное и потом как говорят язык до куда доведет там до киева да потом они находят таких людей которые их выводят к свободе вот благодаря тому что они изучают технологию оригинальную и немного применяют вот и все то есть а книги они везде доступны то есть и главное читать изучать общаться с людьми вот и кто умеет общаться тут достигнет приемлемого движения по состоянию поэтому то есть ты не смотри на остановки то есть есть подавляющие факторы на них не на обращать внимание на них надо обращать внимание только тогда когда допустим тебе придет чей-то адвокат тогда ты звонишь своему адвокату да и все все четко происходит процедура выяснение юридическое интересный момент да вот и все вот и все а до этого не надо беспокоиться об этом вообще максим скажи пожалуйста какой уровень свобода сейчас доступен в уритинге это очень общий ну то есть вообще общего да нет уже той же как бы градиент самый высокий так называем полная свобода но это же пока что как такая цель недостижимая а какая цель вот это по твоей информации недостижимая потому что вероятно ты общаешься не со всеми людьми я знаю что со мной ты как бы особо не общался там мы может пересекались один раз тобой вот по этому поводу то есть я знаю что свобода достижима что она достигается достаточно надо понять что в общем заключается что такое общество вообще свобода как ты думаешь цель саентологии в чем заключается в саентологическом словаре написано что полная свобода это способность создавать материю энергию и размещать ее в пространстве то есть она связана с могуществом способностью творить это и способностью делать ну практически что он хочет понятно ну для меня свобода чуть чуть по другому то есть я вижу ее лично да я вижу в том чтобы расширить осознание до бесконечности а физическую вселенную мэст превратить в ноль просто в своей вселенной то есть восстановление собственной вселенной безграничного сознания и превращение физической вселенной в ноль это есть формула саентологии 8.008 там вот как раз ну да это есть эта формула вот а то что там написано да это то есть вот в этом же как бы уровне да то есть другой стороны как бы что это такое так что так что такие вещи или у тебя включен микрофон почему-то ну я как-то чуть чуть описал да что из себя представляет полная духовная как бы свобода там все то есть опять таки есть же какие-то абсолютные то есть ну величины то есть идеалы очень высокие и нужно понимать что за каким-то идеалом может появиться еще какой-то идеал а там еще какой-то идеал так вот абсолютная истина это статика и по информации по последней вот то что известно существует несколько уровней статики даже вот чем интересная вещь насколько мне известно их четыре уровня где-то примерно вот такая вещь так что есть куда стремиться то есть есть горизонты и они открываются если работать то есть и то есть вот я активно занимаюсь сайентологией с 2000 года с конца да то есть я начал с дианетики вот всего десять лет ну как бы я доволен как я как бы не особо торопясь да то есть равномерно то есть работал работал и сейчас работаю не торопясь то есть никуда не гонясь там хотя были некоторые годы когда приходилось очень интенсивно там адитироваться там все это обучаться там вот но за десять лет то есть неплохо продвижение произошло в сторону свободы и способности видения хорошо значит вот у нас Артур ничего не говорил да хотя было бы интересно что то услышать от него вот кто у нас тут еще не говорил Антон Баянов Баянов не говорил ничего так он тут у нас вообще неизвестно да да Максим я тут ну вот то есть вот Артур Антон то есть у вас есть что то потому что я буду заканчивать тогда потому что ну как бы такая ситуация что никто не хочет уже говорить вот а я могу еще говорить часа два три запросто просто ну вот но был бы смысл как бы да какие то вопросы вот Альберт там еще у нас ничего практически не задавал никаких вопросов там а плохо слышно а альберт то есть микрофон так не настроили ну очень плохо ну вопрос в следующий порядок вот я узнал что ну как бы я знал об этом существуют три линии об уплавливающих тетами это станусный тетам ГС и клетки ну протоплазма а дополнительные какие то линии об уплавливающих тетами существуют или не обнаружены астатрадом или астатрадом или астатрадом или вот такой вопрос ну смотри значит я на самом деле основные все описал это вот то что касательно работы это тетам ГС протоплазма и ФИ то есть физическая составляющая тела то есть вот это основное то есть если человек их прорабатывает все остальное то есть там уже будет прочищено то есть все будет клировано там могут быть какие то под под какие то подразделения да но они будут показываться по мере работы ничего такого особо обычные какие то вещи так что тут ничего такого понятного ну как бы новых то есть я я не слышал особо то есть ну что они появлялись но особого внимания для них уделять то есть не приходилось а еще такой вопрос можно вот ну есть люди которые как бы достигли или вроде бы как достигли ну вот я там толику наверно знаком с этими афорами их можно отнести к людям которые ну достали статике или предстатике там я не знаю и 100% долгое время в течении многих жизней или это спонтан то есть у них часто выходит может быть даже через минут сорок там ну по моим предположениям потому что депрессию через какие то такие ужасные состояния они выходят скажем да мне понятно смотри я на самом деле в своем докладе все это сделал ты потом будешь переслушивать аудио да и потом поймешь все это но ты опять хочешь перечеркнуться и выйти в область оценивания кейсов да и состояние каких то других людей там все это вот ну я коснулся технически вот этих моментов да почему эти может там что-то там проявляться у него все это было вот я ответил на этот вопрос тебе надо переслушать а вот но опять таки конкретно обсуждать какие-то конкретные да кейсы там да и проявления там ну нет смысла то есть это то есть ну не этично вот если у кого-то появляются нежелательное состояние у него просто что-то пропущено на траке или он подавлен чем-то кем-то в пространстве все то есть ну по сути это пропущено и задача профессионального аудитора да и соло аудитора это обнаружить и урегулировать в кратчайший срок это кстати связано с этикой этичный аудитор он это урегулирует как можно быстрее это все ну альберт и дело в том что у тебя очень плохой микрофон поэтому я как бы хотел бы что ты уже как бы особо не не задавал вопросы потому что их не будет особо я думаю слышно в записи потом то есть тебе надо потратить там 150 рублей и купить гарнитуру вот как у меня допустим чтобы звук был нормальный вот и в будущей конференции там если будешь принимать участие чтобы было нормально все вот хорошо значит вот альберт чуть-чуть спросил у нас еще есть клер вот у нас есть еще элева да у нас еще есть татьяна да даже две а вот одна уже выступала да для ахова татьяныч вот если есть желание сейчас а а ну вот все пишут вопросов нет ну гизат говорит давайте еще два часа ну конечно было бы здорово то есть два часа но я так понял что как бы не каждый готов то есть еще два часа потому что уже если вопросов нет все уже то есть все сделано вот ну я даю еще минуту то есть если не возникнет каких-то как бы вопросов да каких-то может кто-то хочет высказаться о самой конференции здесь кто не не говорил ничего то есть такое как заключение да какое впечатление оказала конференция это тоже важный момент вот какое впечатление стоит ли как бы допустим увеличивать количество людей там какие темы были бы в будущем захотел ли кто-то доклад еще сделать в будущем там вот что-то такое что и вот и 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 Ну, вот Эль пишет, что хочет тему по построению развития второй динамики. Ну, значит, я надо подготовить доклад на эту тему и, как бы, будем вопросы обсуждать, будет кто-то подключаться с этими. Ну, я не делаю доклад, это как бы под заказ. То есть для твоего сведения, то есть я делаю доклад на основе текущих исследований, текущих открытий, то есть вот то, что у меня в разуме формируется в текущий момент, да, вот то, что я рассказал сегодня, у меня сформировалось на основании последних полутора месяцев. Вот. Оно сформировалось, и то, что сформировалось, я вам объявил, то есть и в конференции рассказал. То есть это не нечто что-то искусственное, что я где-то там вычитал у кого-то или что. Это то, что у меня сформировалось в разуме, в виде концептов, серии концептов. Я вам ее, как бы, выдал, и надеюсь, что это было, как бы, полезно и интересно. Конечно, могло быть и более расширено все это, но, как бы, вот получилось вот в том объеме, который получился. Вот. А я, то есть, не претендую на звание гуру, да, рассказывать там о второй динамике, как ее строить, там, и все остальное. То есть здесь немного другой подход. То есть мы делаем доклады на основании текущих дел своих, то есть открытий текущего, там, этического состояния, технического. Вот. То есть тот, к чему готов, тот и делает доклад. И сам факт, что доклад никто не делает, говорит об очень низкой статистике. Оказывается, что из вас практически никто не способен выражать, то есть свои концепты в виде доклада пока что. Будем надеяться, что в будущем это изменится. Кто-то сможет делать доклад хотя бы на пять минут. Хотя вот у меня доклад где-то получился минут на сорок пять, наверное. Ну, как обычно, то есть нормальный доклад это минут сорок, сорок шестьдесят. Вот так вот такой полноценный. А по поводу развития второй динамики, это тебе надо открыть, значит, материалы Хаббарда. Есть лекции по второй динамике. Есть там другие материалы. Вот. И ты можешь как бы все это изучать. Вот. И применять в жизни. Или адитировать вторую динамику. Есть процессы с этим связанные. Вот такие дела. Касательно вообще, то есть урегулирования второй динамики, полное урегулирование динамики может произойти тогда, когда клированы, то есть в достаточной степени, тетаны и гэс. Потому что если, как бы, происходят взаимные рестимуляции, то есть нормальной второй динамики не построить. То есть должны быть урегулированы. То есть ситуация ПИН-ПЛ, продетированные траки быть. И после аудитинга эти два существа смогут понять, они вообще могут вторую динамику делать, вторую динамику или нет. Что может оказываться, что их держала вместе с собой общая реактивная составляющая. То есть два банка сцепились, и они вместе там что-то это. Вот. Идеальный брак или вторая динамика, это когда два тетана имеют духовные цели. Ну, тела у них могут немного конфликтовать, но на основе этики это все регулируется, адитируется. И постепенно, то есть важно, являются ключевыми игроками это тетаны. Если они имеют одинаковые цели, 2D очень даже возможно. Даже несмотря на то, что может какое-то время одно тело не нравится другому, или GS одна-другой. По мере их лирования они как бы будут ближе афинити испытывать друг к другу, и в итоге сойдутся и будут устраивать друг друга нормально. То есть, если это не будет урегулировано, значит, надо будет признать, что генетический материал или тела более сильные, чем тетаны, и от них зависит, будет 2D или нет. Хотя на самом деле тетаны должны решать, хотят они эти тела быть вместе, да, то есть, или нет. Вот и все. Так, ну что, я так понял, что уже как бы вопросов особо нет. Нет. Вот. Максим, меня слышно, да? Я тут немножко отсутствовал, но я хочу для всех поделиться своим опытом, который я получил, с тобой общаясь, и агитируясь, и обучаясь у тебя. Угу. Я не могу это воспринять, информацию такую, а недавно я прям взял, прочитал про это, понял, и даже с помощью этого кое-что у себя нашел, что улучшило мое состояние, то есть, получил некоторое осознание, что улучшило мое физическое состояние, прежде всего. Вот. Я вот еще заметил. Вот. И я просто хочу сказать, ну, раньше я это теоретически знал, вот, но не было такого понимания и пережитого опыта, но я хочу сказать известную всем истину, ну, то есть, известную саентологом истину, да, что я теперь убедился в важности обучения. То есть, сколько можно получить просто, ну, там, ну, как я понимаю, что многие данные, саентологически из них читать, ну, и просто внимание направляют на какую-то область, и есть большой шанс что-то у себя сделать как есть, какую-то, ну, что-то разрядить, то есть, я считаю, что это важно. Ну, классно, очень понятно, ты, как бы, изложил коротко. Вот, то есть, я что-то еще хотел сказать, ну, а, ну и что, вот, вспомнил про что, вот ты говорил про профессиональные ТУ двухчасовые, и я считаю, что в большей степени повлияли на мое сознание и на мое улучшение восприятия именно они. То есть, я хочу подчеркнуть, опять-таки, для всех их важность. Я вот знаю, что есть человек, который пришел в саентологию, вот, и он сразу сел на эти, ну, на жесткие ТУ. Ну, у него была эта способность, она, я понял, есть не у всех, вот, но мне кажется, что это круто, что, ну, что по-хорошему бы вообще вначале бы в человеке... Да, я только уточню, что это не жесткие, это, ну, как бы, проф ТУ, да, жесткие все-таки, это, ну, как бы, отдельный курс жестких ТУ, это вот когда на уровне АТ обычно выходят, тогда жесткие, там вообще, то есть, очень они такие, вот, определенный курс, да, отдельный. А это именно профкурс в рамках обычно аудиторского курса. Хорошо, ну, вот, я просто раньше считал, что аудитинг, аудитинг, а сейчас я вот действительно больше за ТУ и за обучение, то есть, я ценность ощутил и как вошел во вкус, в общем, мне нравится. Вот, у меня все, мне важно было это сказать в этой конференции. Хорошо. Ну, классно. Значит, что? Значит, ну, вот, Антон, ты что-то будешь говорить, Баяна? То есть, если... Вот, у Татьяна что-то пишет там. Татьяна, мы тебя сегодня услышим? Или у тебя там что-то поломалось? Микрофон там? Ну, кстати, мы, кстати, еще и Татьяну Ляхову не слышали. Ну, я написала, что у меня впечатление, только больше хочется аудитировать, сколько всего. Ну, то есть, мне и так хочется, а тут еще, ну, как бы, больше утвердилось. Ну, понятно. Ну, классно. Это была Татьяна Ляхова? Я просто голос что-то не узнал. Да. А там видно, выделяется в чате, кто говорит, там, как бы, мигает экранчик синий такой, вокруг экрана, и видно, чей микрофон активирован. Да, заметил, Максим, сейчас твой, да. Так что это очень удобно. Все. Значит, кто смог, тот принял участие в конференции. Что в окончании можно еще сказать, заключение, что на самом деле вот такие конференции, да, я когда начинал, то есть, я имел целью именно без особых затрат создать такую игру, где можно было обмениваться идеями с очень интересными людьми, которые находятся в разных точках планеты, вот, на разном уровне осознания, с разными способностями, и беззатратно практически просто общаться, обмениваться идеями. И я напоминаю, что идеи, они намного важнее, чем материальный обмен даже иногда, потому что на основании идей, очень ценных и выживательных, можно приобрести и материальное, то есть в будущем, да, если развернуть эту идею. Так создаются бизнесы, сначала идея какая-то, да, очень интересная, а потом создается бизнес на основании этих концептов, идей. И когда мы обмениваемся идеями, мы можем улучшать свою, как бы, игру, какие-то отдельные моменты. Например, такой пример, я разговаривал с человеком, говорю, ну вот я купил веб-камеру высокого разрешения, и было бы хорошо, то есть если бы ты попробовал и применял в веб-кодитинге такую же камеру высокого разрешения. Он посмотрел, действительно, качество очень интересное, то есть и купил просто камеру, то есть он принял эту идею, да, а почему бы и не попробовать. Он купил камеру и просто изображение у него стало, как будто он рядом сидит, то есть я даже видел его морщины на лице, то есть и как бы, вот, и, то есть все детализация, и очень приятно было, потому что и мимика видна, и цвет глаз, то есть вот такой пример. Или просто какие-то интересные идеи, связанные с пониманием каких-то явлений или феноменов, потому что человек там мучается, а что это такое, а что это такое, да, а ему идею, ну, вероятно, это вот это. Он посмотрел, о, точно, а я не мог определить там или не мог направить внимания, то есть на это разобрать. Поэтому идеи, они, как бы, обмен идеями, он очень важен, и одно из самых ценных во Вселенной является общение. В крайней мере, физическая Вселенная, это точно очень важно, потому что общение, оно разрывает любые, как бы, барьеры, любые расстояния и преодолевает, обходит, как бы, физическую Вселенную, то есть ее игнорируют. С помощью общения мы можем рассоздавать физические объекты, энергии и все остальное, и это доказывает одитинг. Потому что одитинг – это общение под четкой формуле. Формула общения в одитинге есть такой термин. Вот когда происходит эта формула профессиональных КБД, мы рассоздаем части реактивного ума, мы рассоздаем массы, сначала по первой динамике, а потом по другим всем динамикам, и это неизбежно влияет на плотность и рассоздание общей физической Вселенной. В какой-то степени, то есть небольшой может быть, но это первые шаги, тетанов много, то есть, по данным того же Робертсона, примерно, там, тетанов физической Вселенной играют порядка 10 в 40 степени. Очень много, ответственность тоже достаточно немаленькая, если всех суммировать, да, поэтому большого количества. Хорошо, наверное, уже мы будем, как бы, заканчивать. Я напоминаю, что сегодня 5 декабря 2010 года, сейчас 14.23 по Москве, это была конференция в рамках проекта Патрули Времени. Под эгидой галактического патруля участвовало порядка 15-16 человек, количество менялось немного, и похоже, что не все желающие смогли к ней присоединиться по какой-то технической причине. Ну, в первую очередь, что поздно обратились, включили скайп поздно, некоторые только в 12 ровно часов, это поздновато. Следующая конференция будет происходить в июне 2011 года, в первое воскресенье месяце, в 12 часов дня по Москве. Всем успехов и пока. Спасибо, до свидания. Спасибо, Макс. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...